Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Аля. Значит, ролик с подписчиком, спасибо автору. Переговоры опять с Тиньковым, флешмоб продолжается, и посмотрите, как вот он, тот самый собеседник нашего автора пытается доказать правоту банкиров. Ну, конечно же, все мы понимаем, что это только лишь надуманные аргументы, ничего общего с истиной они не имеют. Ну, естественно, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите обязательно, пишите комментарии, не стесняйтесь, ваше мнение очень для нас важно, ну и само собой подписывайтесь на наш канал, если кому-то еще не удалось этого сделать, но ссылочка на наш сайт, в описании этого ролика есть, любого другого ролика, и там есть видео, алгоритм работы специалистов компании Алям в формате помощи людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, вот с такими вот добродетелями, в кавычках, банками, мфошками и так далее. Ну, а мы с вами слушаем, и я, с вашего позволения, буду вставлять комментарии юридического свойства. Ну, поехали. До свидания. У вас сегодня благоприятный день, который сурит финансовое благо. Здравствуйте. Что там за благо? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Александр Александрович, банк Тиньков, отдел клиентского обслуживания. Иван Викторович, я могу слышать? Я слушаю. Я слушаю вас. Иван Викторович, значит, перезванив вам по поводу вашего кредитного договора, значит, здесь вам была предложена программа по республизации. Скажите, пожалуйста, по какой причине не воспользовались данной программой? В смысле? В смысле? Вам приходилось уведомление по поводу программы по республизации? Не знаю. Ничего не помню. Не помните, не видели, да? Нет, не видел. Значит, у вас здесь образовалась задолженность. Скажите, пожалуйста, что там произошло? С чем это связано? В смысле, с чем связано? Я заплатил все уже банку. Ну, что вы заплатили? Ну, что заплатил? Денег заплатил 21 месяц. В среднем по тысяче рублей. Вот у меня получилось там 21-22 тысячи рублей. А брал я 10 или 11 тысяч рублей. Вот я думаю, что заплатил банку. Вы считаете, что заплатили? Угу. А вы не обращались в банк, когда начали платить? В смысле, что значит не обращался? Ну, банк там мне предложил карту. Нет, я понимаю. А что, вы же, когда пополняли карту, вы видели ее пополнение? Конечно, да. Да, и почему она не пополнялась? Что значит почему? Я не знаю почему. Потому что у вас условия какие-то не очень адекватные, по виду. Нет, условия-то нормальные. Да? Да. Ну, мне кажется, нет. Условия нормальные, соответственно, только у вас... Вы читали вообще договор? А у меня нет договора с Тиньковым. Есть. Ну, не знаю. Если у договора есть с Тиньковым со мной, то, пожалуйста, пусть он его предъявит. У меня нет договора, который бы я подписал в компании Тиньков. 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 Так, вы подписывали? Да. Ну, ладно. Так. Значит, вы в суд. Значит, Иван Викторович, на основании 434-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, заявление, анкета, которую вы подписали, подписанное вами, содержит все существующие условия договора кредитования. Ну, я поправлю этого Олуха. На самом деле, не существующие, а все существенные условия. Это так у них написано в их Талмуте. Ну, а мы с вами давайте обратимся к этой самой статье. Почему бы и нет? 434-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Он так и называется. Форма договора. Договор. Первая часть. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Вот на что он, скажем так, обратил свое торжественное внимание. А теперь давайте мы с вами обсудим, что эта фраза волшебная означает. На самом деле существует очень много, скажем так, отклонений от этой формулировки. ГК РФ, статья 820. Форма кредитного договора. То есть акцент ставится кредитного договора. И здесь все четко и конкретно. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным. Датой начала действия договора является дата активации. Если вы так считаете, возьмите... Это не верно, это закон считается. Да ну вот прекрасно, вот давайте закон... Закон... Александр Александрович. При этом... Давайте я вам сейчас отвечу на ваш вопрос полностью. Я не задавал вопросов вам никаких. Нет. Вы сказали, что вы не согласны с данным... Я ему сказал, идите в суд. Я ему сказал, идите в суд. И дальше. У вас также вам при выдаче данных, когда вы подписывали анкету, выдаче карты, также, соответственно, у вас было условие комплексного банковского обслуживания и тарифный план. В тарифном плане было указано то, что минимальный платеж 8%, он рассчитан, этот платеж для погашения кредита по 29,9%. Данный именно процент только на покупку. Поэтому карта предусмотрена на покупку, но вы же воспользовались наличными. Поэтому, соответственно, вы, значит, когда воспользовались наличными, вы оплачиваете кредит под 45,9% годовых, потому что процентная ставка на то, что вы берете наличные, это 45,9%. И минимальный платеж, который был рассчитан на 29,9%, никак не может покрывать для того, чтобы покрывать именно под 45,9% полностью, да еще, чтобы денежные средства уходили на погашение основного долга. Поэтому, соответственно, когда вы взяли кредит под 45,9%, вам нужно было обратиться в банк и уточнить, что если вы взяли большую процентную ставку, по какой сумме нужно платить. Друзья, давайте, как говорится, по горячим следам разбирать вот этот полет. Это написано на покупку, он так сказал. Но если вы сняли наличные, в анкету вы подписали, вот, знаете, набор фраз такой от него сейчас был. Окей, как мы с вами слышали в начале разговора, человек отдал в два раза больше, чем взял за два года. Это как раз и получается, да, с точки зрения даже максимально завышенных процентов, о которых он сейчас говорил, более чем 45% годовых. Ну, понятно, за два года он 100% отдал. Окей, дальше идем. Вы подписали анкету. И давайте вот с этим тоже поговорим. Закон о банках и банковской деятельности. А я вам напомню, значит, статья 820 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что, гласит о том, что кредитный договор должен быть заключен письменно. И что же на основании закона о банках и банковской деятельности в статье 30-й говорится? Вот смотрите внимательно. Давайте открываем эту статейку и смотрим. Отношения между банком России и кредитными организациями, их клиентами и бюро кредитных историй. Ну, нас вот эти вот моменты не интересуют, а интересуют конкретно их клиентами. Отношения между банком России и кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом. Да, мы с вами увидели, что Гражданский кодекс Российской Федерации в части 820-й статьи четко, конкретно регламентирует отношения между заемщиком и кредитором. Должен быть составлен письменный договор. И в договоре должны быть указаны... Сейчас продолжаю читать статью 30-ю закона о банках и банковской деятельности. В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам депозитов, стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки обработки платежных документов. Имущественная ответственность сторон за нарушение договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления платежа, также порядок их расторжения и другие существенные условия договора. Так вот, те из вас, кто читал анкету Тиньков, естественно, могли увидеть... Ну, во-первых, это анкета, а не договор, на которой написано... Как они говорят, это является частью договора. Ну, часть договора не может, скажем так... Ну, вообще, по обычному бытовому мнению, мне кажется, часть договора должна подразумевать наличие какого-то целого. Где мы его нашли? Нигде не видели мы целой части договора. То есть, это раз. Ну и, конечно же, там все, что угодно написано об обязанностях клиента, заемщика. Но ни в коем случае ничего подробно не рассказывается о том, какую ответственность на себя сам банк берет. Кроме того, конечно, что он на эту карту загрузил денежек. Ну и так, немножко отвлекаясь, давным-давно уже оспорено, через суд оспорено, Роскомнадзором оспорено, вот эта позиция банка Тиньков взимать комиссию за снятие наличных. Он продолжает это делать, невзирая на решение суда, хотя там исполнительное производство, вы можете легко и просто с этим ознакомиться. Это общедоступная информация. Но мы с вами слушаем дальше. Отлично. Вы не обратились. Соответственно, вы оплачивали по минимальному платежу, поэтому, соответственно, это ваше личное было решение погашать именно проценты. Это все было сказано в договоре. У меня нет договора с Тиньковым. В условии комплексного банковского обслуживания. Все это было. Как все это традиционно и также в тарифном плане. А договор вы заключали? Угу. Договор я не заключал, я вам повторяю это. Ну, посчитайте статью 434-ю. Да мне зачем читать? Кстати, вы ее... Вы же, вы же... Я же... Я вам ее... Я вам ее зачитал. Прекрасно видно, и что. Соответственно, на данный момент у вас есть просроченная задолженность. Угу. У чем? Так. Ее нужно оплачивать. Нет, я не буду ее оплачивать. То есть вы откажете? Пока банк... Пока банк... А, не придяет мне полностью выписку по МРУ счетному счету, который он сам завел без моего ведома, без договора кредитного. У меня нет кредитного договора с Тиньковым. Есть. Ну, я же вам объяснил, что сто выпирать. Да мало ли что вы мне объяснили. Я еще раз говорю. Если вас что... Александр Александрович, я вас выслушал полторы минуты. Теперь давайте послушаем меня. Меня послушаем, Александр Александрович. Давайте. Я вас слушаю, слушаю. Ага. Вот. Еще раз говорю. Если банк Тиньков, если это вообще можно назвать банком, что-то не устраивает, пожалуйста, у вас есть договор, я чего-то нарушил, чего-то я там закон какой-то приступил. У нас эти вопросы где решаются? В суде. Подавайте, пожалуйста... У вас не имеет право обратиться в суд в своем листе. Пожалуйста, обращайтесь. Обращайтесь. По решению суда я выплачу в степенье неустойки Тинькову. Без проблем. Если суд посчитает мои долги обоснованными и там прочее, прочее, я нарушаю там все законы, ФСЗ, не ФСЗ, а 400... Пожалуйста, в путь. Подавайте в суд. Я от оплаты не отказываюсь. Я отказываюсь от оплаты конкретно вот сейчас по этому договору, по этой карте за эти проценты. Если банк посчитает, что я не прав, пожалуйста, будем оплачивать. Еще какие-то вопросы есть у вас? Так, значит, по вашему договору я отправил вам на почту на электронную... У меня нет, я не пользуюсь электронной почтой. У меня есть адрес регистрации... Еще раз, но вы опять меня перебиваете. Я же не договорил... Ну а зачем вам бессмысленную работу делать? Я говорю, у меня нет компьютера, понимаете, у меня нет электронной почты. У меня есть адрес, по которому я прописан. Вот, пожалуйста, туда, с уведомлением, отправляйте все, что угодно. Я отправляю, у вас есть электронная почта, как у нас указано. Киви, Собака, Яндекс.Ру. Ну, отправьте. Голубя еще отправьте мне на Киви, Яндекс.Ру. И по почте России вам вышли. Соответственно, ознакомиться вы можете, соответственно, в своем личном кабинете. Да нет у меня никаких кабинетов, понимаете? У вас есть электронная почта, вот у вас есть. Нет у меня электронной почты. Нет у меня электронной почты, Александр Александрович. У меня есть почта России с уведомлением. Пожалуйста. Она придет примерно через три недели. Да пожалуйста, мне-то что? Значит, отказ от выполнения условий договора я зафиксировал? Нет, вы неправильно зафиксировали. Я вам сказал, что я не согласен с тем, что у меня есть договор. Формулировочка, Александр Александрович, если вы ссылаетесь на закон, давайте быть четкими в формулировках. Давай, давай. Я еще раз объяснил. Позовите адрес, я еще проверю, соответственно. Они собирали, это мои личные данные. Вы, Александр Александрович, может вы Гоша, может вы Петя. Вы же сказали, отправить вам на почту. Так прекрасно, отправляйте. Ну, куда отправлять? Вы назовите, куда отправлять? Зачем? Я не буду свои личные данные говорить непонятному человеку. Может вы Тиньков, может в соседнем кабинете мошенник сидите. Я не знаю, кто вы. Хорошо. Будем, значит, именно действовать по закону. Давай. Ну, наконец, давайте по закону действовать. Нихера себе, Тиньков будет действовать по закону. Нифига себе, всем расскажу сегодня. Ух ты. Угу. Что там? Что-что? Что-что? Что вы так нервничаете? Я не нервничаю. Я радуюсь, что Тиньков наконец начнет работать по закону Российской Федерации. Значит, денежные средства, просроченная задолженность в размере 8200 рублей в течение двух рабочих дней поступит в банк, да или нет? Нет, конечно. Нет. Отказ от выполнения условий? Фотобанк мне не предоставить данные, которые потребовали. Стать 310-й гражданского кодекса. Ага, да, да. Что будет там? Что нас там ждет по 310-й статье? Александр Александрович. Если банк выставляет требования на погашение просроченной задолженности, установленный банком срок, и клиент не гарантирует оплату, либо диктует свои условия, это отказ от выполнения условий договора. Нет, я не отказываюсь. Иван Викторович, я вам засчитал именно выдержку статьи 310-й. Потому что по-другому, то, что вы не отказываетесь, вы там что-то еще делаете, это банку неинтересно. Конечно, банку это неинтересно. Банку интересно только то, что приносит ему деньги, причем баснословные. А 310-ю статью мы тоже можем прочитать. Да, здесь действительно написано. ДК РФ статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренным настоящим кодексом, другими законами или правовыми актами. Ну, понятно, что здесь вроде как есть отказ от исполнения этих обязательств, но где эти обязательства зафиксированы, да, давайте мы уже вспомним то, что мы с вами обсуждали. Ну и также, конечно же, банку неинтересно обращать внимание на статью 29 закона о защите прав потребителей, что сторона, оказывающая услугу, обязана по первому требованию предоставлять отчетность, как я сейчас не цитирую, но эта статья очень важная. И, само собой, оппонент имеет право приостановить оплату той либо иной услуги до получения полного отчета, да, ну, в нашем конкретном случае человек прям наставит, пришлите мне выписку по счетам, пришлите мне отчет, в конце концов, предоставьте тот договор, о котором вы говорите, где есть роспись моя, где есть роспись у полномочного лица, который вот имеет право действительно подписывать документы такого ранга. Где? Нет. Чего я тебя платить-то должен? За что, в конце концов, если же совсем обывательским языком? Есть, соответственно, да или нет? Если банк выставляет требования... А где он это выставил? Где он это выставил? Торги какие-то, что он... Где это выставлено? Требования вам уже присылали... Куда? Куда же мне присылали требования, Александр Александрович? Куда? Куда вы заказывали, соответственно, изначально? Я никуда не заказывал. Никуда не заказывал. По почте России у меня ничего нет. У вас... Ничего у меня нет по почте России. Больше я никуда не заказывал. У вас по почте почтовой выписки вы не заказывали. У вас было смс-инфо подключено, смс-парт подключен, и выписка на e-mail. Ничего не приходит. Ну, это вы можете говорить. Мы все отсылаем. Ну, прекрасно, хорошо. Шлите дальше. Отказ я зафиксировал. Ожидайте требования на полное досрочное погашение и изыскание денежных средств. Уровитель на порядок. Ой, давайте. Жду, жду. Ага. Давайте пока. Всего доброго. До свидания. А можно заплатить? А как заплатить? Как закрыть все? Сколько у меня там основной долг? Вот чтобы закрыть и вообще... 25 677 рублей 40 копеек. Сумма не окончательная. Не окончательная? Еще будет больше? Завтра, да, будет больше. Я вам объяснил, за счет чего у вас разданная сумма. Значит, первое, то, что вы оплачивали проценты все это время, это первое. Два года проценты оплачивал? Два года проценты оплачивал? Друзья мои, и вот на этот вопрос тоже есть ответ. Существует так называемый закон, федеральный закон о потребительском кредите и займе. Статья 5, и там есть часть 20. Тут очень много чего интересного, на самом деле, очень рекомендую вам почитать. Но есть, в части 20 как раз четко конкретно расписана очередность. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита займа, в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита займа, погашает задолженность заемщика в следующей очередности. Задолженность по процентам. В первую очередь. Я напомню, что эта часть, вот этот взнос делится на равные солидарные части, и не может, допустим, человек вносил 1000, и все, если 1000, это проценты. Ну, во-первых, откуда взялась с 8000 долга, или с 10, за один месяц целая 1000 в процентах. Ну, это очень серьезный долг. Потом, задолженность, вторая очередность, задолженность по основному долгу. То есть, за месяц должны списаться какие-то проценты, понятно, за пользование деньгами, но уж не 1000 из 10 тысяч, да? Это выходит, что 100% годовых. Задолженность по основному долгу должна списаться, то есть, вот этот кредит должен стать меньше. Ну, стойка, штраф, пеня в размере определенном соответствии с частью 21 настоящей статьи. И тут как раз-таки написано, что она имеет свое ограничение по процентам. Там, по-моему, не более 20% годовых. Проценты начислены за текущий период платежей. Потом, пятая очередность, сумма основного долга за текущий период платежей. И иные платежи. Здесь же мы четко видим, что банк списывает вот эту 1000, внесенную полностью на оплату всех своих коммерческих амбиций. Штрафов, пеней, неустойок, процентов. И, конечно же, ничего не остается на погашение так называемого тела кредита. Ну, это, по их мнению, считается правильно. Давайте дальше слушать. Иван Викторович, в основном оплачивали проценты. Взяли вы высокую процентную ставку. Ух ты. На которую минимальный платеж не рассчитан. Рассчитан он на 29% годовых. Потому что кредитными картами вообще-то пользуется только оплата товара в магазине. Да вы что? Да, можно снять наличные. Но, соответственно, здесь нужно перезванивать банк и узнавать, какую сумму платить. При этом, в СМС-уведомлении, вам на всякий случай было выслано, когда вы ссылали минимальный платеж, там еще было ниже. Рекомендованный платеж. А рекомендованный платеж в два раза больше был. Вот тот был рассчитан на, именно если вы берете, соответственно, кредит наличными. Рекомендованный в два раза больше, да. К нему его можно погашать уже и кредит. Вы платили просто по минимальному платежу, который рассчитан на небольшую портательную ставку. При этом, соответственно, по вашему условию, вашему договору... У меня нет договора с Тиньковым. Вы все время путаетесь. Я вам уже прям, ну не знаю, вы запишите себе под диктовку. У меня, у Ивана Викторовича нет договора с Тиньковым. Запишите, пожалуйста, себе это. Там зафиксируйте в ваших карточках. У вас он есть. Нет. Еще раз зачитать статью 414. Да хоть тресните, блин, там зачитайте. Я вам повторяю, нет договора. И заявление анкеты, фотографии есть. Она не является договором. Она не является договором. Это подписанное вами. Анкету я у девочек в школе заполнял. Анкеты, знаете, девочки рисовали анкеты. Я отвечал там на вопросы в детстве. Вот это была анкета. Фотографии мы клеили фломастера. Значит, еще раз. Еще раз. Договора с Тиньковым у меня нет. Вы можете верить во что угодно. Зачем верить? Я могу его видеть физически и подписывать его физически. Ни одного, ни другого нет. Вы можете верить во что угодно, Иван Викторович. Пожалуйста, да, в Будды. А вы в кого верите, Александр Александрович? Вы какой религии? Мои руководства согласны законодательной федерации. Религии Тинькова? Когда вы вышли на просроченную задолженность, Соответственно, Иван Викторович 5, неустойки и штрафы. В тарифном плане было все это прописано. Штраф выхода на просроченную задолженность составляет 590 рублей. Дальше неустойка идет. С выхода на просроченную до 0 с декабря месяца у вас просрочены задолженность. За это время сумма выросла до 25 тысяч. И как будет, Александр Александрович? Она же расти дальше будет. Будет. А до каких пределов? Можно узнать? Сколько нам вы отнимаете? Да, вот 10 ску даетесь. Сколько максимально? Тут тоже думаю, может банк открыть. Вот сколько максимально вы отнимаете? Иван Викторович, значит, вы не готовы решать вопросы, соответственно. Почему я вас интересовал? Почему? Мы с вами конструктивно общаемся. Вот скажите, 10 тысяч я взял у вас, а сейчас 25. Вот до какого предела эта сумма будет расти? Тогда банк решит передать дело в суд. Тогда вам... А когда банк решит? Когда решит, тогда решит. Это личное дело факт. А личное дело банка? То есть как это? А там есть какой-то мозг или программа решает? Как бы вот это узнать-то? Буду копить денег просто на суды и на вот все эти издержки. Копить денег? Значит, наш разговор бессмыслен на данный момент. Да, ну почему? Очень много смысл. Останете требования на полное досрочное погашение. Всего доброго. Давайте ждем. А куда заплатить еще раз? Где заплатить можно? Куда раньше оплачивали? Я никуда не оплачивал. У меня жена этим занималась. Куда можно прийти? Вот я в Барнауле стою посередине Ленина-Чкалова. Скажите, куда мне можно прийти? Где офис банка находится? Офис банка? Да. Оплата производится через... Именно... А где офис банка находится? Офис банка. Где Александр Александрович? Я хочу прийти, вот все пени, чтобы мне посчитали на день. Вот вы говорите, завтра будет больше сумма. Я завтра пойду платить. Как мне ее узнать? Куда мне прийти, чтобы мне там девочка с калькулятором там или с программой взяла и просчитала? Параланки проезда, первый волоконавший проезд, Раини-2. Это где такое? Я не знаю такого адреса. Параланки. А, Москва. Так это 4000 километров, это мне билеты только в такую сумму вывезут. То есть, не в вашем сфере? Когда я приеду, мне там дадут заплатить, да? Нет. Как? Дележные средства принимаются через наших партнеров. Это НТС, Билайн, Связной, Мегафон и так далее. Что, я не понял? Мне мобильным оператором, что ли, сплатить? Магазин, СТС, они принимают денежные средства, переводят на партнер. Магазин, СТС, приходят туда и через них оплачивают. Расчет вы можете сделать, соответственно, перезвонив на нашу информационную линию. А вдруг я приду, заплачу, а НТС себе их загробастает? НТС часто ворует деньги. Иван Викторович, это уже не конструктивный разгар. Вдруг, 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 как скажут, дайте споем. Крепнула дверь. Значит, вашу позицию я понял. Ожидать требования всего доброго. А еще скажите, можно список заплатить куда еще раз? Вот я в Барнауле, МТС, Белай Мегафон, не доверяю мобильным операторам. Где я могу узнать сумму и куда мне прийти заплатить? Не хочу к операторам мобильной связи идти. Пожалуйста, через любой терминал. Терминал? Да. Для оплаты сотовой связи. Опять сотовая связь. Говорю, не доверяю мобильным компаниям. Он мне опять про сотовую связь. Банк-то есть где-нибудь вообще, кроме вот Москвы? Ничего нету, никуда не придешь, не заплатишь. Мы работаем удаленным доступом. От кого? Через интернет. Я не пользуюсь я интернетом, как вы не понимаете? Я же говорю, ни ящика у меня нету, ничего, не пользуюсь интернетом. Вот я ретроград такой. Как мне быть? Еще раз я вам сказал, перезвоните на информационную линию, телефон указан на страницах. Хочу в банк прийти. Нет у нас банка там. До свидания, если у вас нету банка. Друзья, это золотая копилка. Один из лучших, на мой взгляд, диалогов с рабом Тиньковским и с нормальным, независимым человеком, разобравшимся, в конце концов, во всем. Давайте, вот в правом верхнем углу сейчас появится опросничек. Как вы думаете, по какой оценочной шкале? Да, вот я по десятибалльной шкале сейчас выставлю опросник. Пожалуйста, не поленитесь, поставьте свой вариант. Но я действительно очень рад размещать такие ролики у себя на канале. Это круто. Ну, а от себя можно что еще добавить? Конечно, это действительно, как я выразился, круто все это понимать, знать. Но еще можно же и забить последний гвоздь в крюшку гроба вот этих всех банкиров. Если у вас действительно есть проблемы, то одно дело, вот как бы десять тысяч, понятно, никаких судов, ничего не будет. Но если у большинства людей серьезные претензии от банкиров, то это нужно все документально решать. Вот тут, конечно, они нервничают по-настоящему. Когда человек знает, как себя защищать, либо обращается к нашим специалистам, поверьте, я это говорю не по наслышке, а по опыту своему. Так как компания Алям уже помогла не одной сотне людей. Как мы работаем, вы можете узнать, пройдя по ссылочке, которая в описании любого этого, в том числе, ролика есть. Там есть видео, как устроена работа наших специалистов. Посмотрите, и вам все будет понятно. Оставляйте заявку, и наконец-то все ваши вопросы закроются раз и навсегда. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Напомню еще раз, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками в соцсетях этим роликом. Делитесь, пускай как можно большее количество людей наслаждаются подобными шедевральными диалогами. Я желаю вам счастья, благополучия, финансового здоровья вам и вашим близким. Всего вам доброго, друзья. До свидания.